Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Продолжаем мы следить за основными фундаментальными событиями, соответственно, строить прогнозы, корректировать инвестиционные идеи и вообще наблюдать за тем, что происходит на всех финансовых рынках. Текущая неделя подхватила, собственно, неделю прошлую в плане важных выступлений, пресс-конференции, заявления ответственных чиновников, которые отвечают за соответствующие денежные политики. И нас, как трейдеров, которые ждут и ищут сигналы для роста доллара, пытаются разобраться с тем, что произойдет с евро, с фунтом, с апролитцем, с новозеландцем, с канадцем. Конечно же, эти риторики имеют очень большое значение. Сегодня, друзья, уверен, нас ждет более интересная торговая сессия, нежели чем вчера, поскольку сегодня у нас сразу же выступление Марио Драги, которого возглавляет Европейский Центральный Банк. Он, собственно, начнет в плане основных событий, сегодняшнюю торговую сессию. И мы ждем это выступление буквально через полтора часа, в 11.00 по московскому времени. Далее, вслед за Марио Драги будет выступать председатель Банка Англии Марк Карни, это в 13.00 по московскому времени. И замыкать вот эту ответственную риторику будет Джанет Йеллин, которая отвечает за монетарную политику США. Это событие традиционно позднего вечера в 20.00 по московскому времени. Но замыкать риторику. Сегодня у нас еще, поскольку такого сессия вторника, мы можем рассчитывать на публикации данных от Американского института нефти по запасам. И сейчас эта статистика будет важной, для нас важнее, чем, к примеру, на прошлой неделе, потому что в ней мы реально попробуем найти предпосылки для того, чтобы понять, с какими цифрами мы сможем работать завтра, когда выйдут уже официальные данные от Министерства энергетики. Обо всех валютах, собственно, инструментах, которыми торгуем, давайте чуть подробнее, буквально несколько минут уделю, скажем, попрошу вашего внимания. Начнем мы традиционно с нашего излюбленного рынка черного золота. Клосса понедельника 46.16, сейчас актив торгуется на отметке 46.17. В целом, первая торговая сессия для рынка нефти стала восстановительной, потому что закрытие мы наблюдали на положительной территории. И можно сказать то, что рост котировок нефти подхватил, скажем, обычай, сантимент, который присутствовал на рынке еще в прошлой четверг и пятницу. Но, друзья, даже с учетом такого восстановления мы все равно видим то, что уровень 45 долларов за баррель очень близко. И вопрос закрепления, собственно, ниже этого рубежа, это вопрос, буквально, я надеюсь, даже в ближайшие часы. Я не сомневаюсь в том, что трейдеры сейчас, медведи, снова навалятся на этот инструмент. И по причине, что новостная картина в целом ничуть не изменилась, можно будет ставить на дальнейшее ослабление. Хотя, друзья, если мы будем разбирать, опять же, вчерашние торги, то интересы к нефти можно объяснить ожиданием того, что та статистика, которая выйдет в среду от Министерства энергетики, укажет на снижение запасов. И почему сейчас эксперты рынка, которые следят за этими обзорами, считают то, что запасы реально могут просесть. Да и дело в том, что если вы следите, опять же, за рынком нефти, если вы посещаете брифинги, в курсе то, что в Мексиканском заливе это основной, скажем, такой территориальный субъект для штатов, про который мы периодически говорим, поскольку основные объемы производства приходятся именно на этот регион. В Мексиканском заливе по причине, скажем, тропического шторма, который обрушился на него, было закрыто на непроложительное, правда, время несколько нефтяных глубоколодных терминалов. Поэтому абсолютно логично предположить то, что если не все производственные мощности задействовались, значит, нет оснований рассчитывать на прежние поставки. Поэтому есть риски более высоких объемов потребления и, соответственно, риски снижения запасов. Но это логика 100% отрабатывает, поэтому даже я считаю, что в этот раз мы реально можем рассчитывать на то, что запасы снизятся уже третью неделю подряд и снизятся на гораздо более существенную цифру. Но в то же время, развивая эту тему, я хочу отметить, что и прошлые две недели у нас тоже было подтверждение снижения запасов нефти. Ну разве рынок черного золота отреагировал на эту статистику? Да и нет, потому что рынок нефти продолжает жить одной общей негативной идеей того, что весь сектор энергетики остается в состоянии крайнего перенасыщения. Это состояние будет актуально до него до конца этого года и, возможно, даже в 2018 году. Параллельно с запасами нефти мы с вами анализируем еще статистику по запасам дистиллятов, нефтепродуктов, запасам бензина. Вот, кстати, лично я на запасы бензина уделю больше внимания. И если мы получим подтверждение того, что запасы снова выросли, параллельно начнем говорить про снова крайне слабое проявление потребительской активности на внутреннем рынке Соединенных Штатов Америки. Кроме того, трейдеров, безусловно, будут интересовать и актуальные обновленные цифры в рамках прошлой недели по объемам добычи нефти. В прошлый раз, в прошлой неделе, точнее позапрошлой, ведь у нас статистика в эту среду, она как раз демонстрирует, сколько нефти в плане роста было добыто и насколько были увеличены показатели за прошлую неделю. Поэтому в прошлую среду мы анализировали показатели двухнедельной ходавности. Как вы помните, производство нефти выросло на 20 тысяч барлей в сутки. В соответствии с этим мы продолжаем придерживаться нашего прошлого прогноза, в соответствии с которым объемы добычи нефти в Штатах до конца этого года могут добраться до показателя в 9,8 или даже в 10 миллионов барлей в сутки. Это скромные, между прочим, прогнозы, потому что тот же самый ОПЕК и Международное инвестическое агентство считают то, что нефти будет добываться больше, и эта планка уж 100% в 10 миллионов будет протестирована. Поэтому, друзья, для нас, безусловно, важнее как раз данные по объемам добычи нефти в Штатах и будет интересовать, безусловно, статистика по запасам бензина. Продолжают на рынке обсуждать именно инициативу ОПЕК о продлении действия ПАКТа на 9 месяцев, хотя уже ее обсуждают исключительно в негативном ключе, поскольку понимают то, что все усилия ОПЕК, они даже вот в масштабах вот этих предстоящих 8-9 месяцев, они, к сожалению, ни к чему не приведут. 1,8 миллиона по коррекции крайне мало. Нужно снижать на большую величину, но на это никто не готов выйти из древнебосрочных стран, поскольку, скажем, снижение совокупного производства на те же самые хотя бы 2,5 миллиона баррелей, то есть на 700 тысяч баррелей больше, чем действует текущая договоренность коррекции на 1,8, это будет уже приводить к серьезным коррективам доли регионов ОПЕК, то есть доли, которые, если тоже развивать эту тему, фактически будет равна сильно подарку для тех регионов, которые не обременены сейчас условиями этой сделки, для Ливии, Нигерии и Соединенных Штатов Америки. Про объемы производства в Ливии и Нигерии все вы помните, не буду повторять то, что там, соответственно, роста выработки сохраняется, и, скорее всего, в рамках всего летнего сезона мы будем наблюдать прирост. Помните также статистику Беккер-Хьюса, в прошлую пятницу, 23-й неделе роста числа нитяных терминалов подряд, значит, рассчитываем и ставим на то, что объемы добычи будут сохранены в прежнем формате. Поэтому главный вывод, друзья, у нас по-прежнему предложение серьезно опережает спроса. И раз так, разве есть причина тогда поверить в то, что цены на нефть обретут какую-то мощную поддержку и вернутся к более высоким основным значениям? Лично я на это ставить не буду. Поэтому рекомендую рассматривать возможности только для занятия коротких позиций и ждать 42-43 доллара за баррель по на бренду. Российская валюта 58,76. Передышка для покупателей, которая в конечном счете была реализована в три растущей торговой сессии на рынке нефти, стали причиной активизации покупок рубля. Но правда несущественной. Все равно мы болтались. Выше уровня, скажем, средних за последние три месяца. Пара доллар-рубль уже бывала и выше 60. Соответственно, это, на мой взгляд, сейчас более-менее прадный рубеж. Я считаю то, что даже справедливая правная котировка сейчас в соответствии с текущими ценами на нефть примерно 62-63 рубля против доллара. И рекомендую рассчитывать на то, что неизбежно, постепенно, может быть даже не постепенно, а в случае очередного резкого рывка цен на нефть ниже 45 долларов, такой же увидим мощные импульсы и пары вверх. Может быть даже 61-62 – это котировки, которые нам удастся достигнуть чуть ли не в перспективе ближайших недель. Сохраняем прежние взгляды, медвежие. Надеюсь, что вы уже смогли заработать на этой валютной паре и надеюсь, что ни в коем случае не ставите на дальнейшее укрепление российского валютного актива. Евро против доллара. Вчера довольно волатильная торговая сессия. Не совсем обычная динамика для европейской валюты в контексте последних недель. Большую часть дня евро рос. Мы видели, как с азиатской сессии европейского валюта поддержал целый блок статистики, точнее, с европейской, конечно же, с этой сессии. Статистики по индексу экономических ожиданий, оценке текущих экономических условий и бизнес-оптимизму от института ИФО. В частности, по экономическим ожиданиям рос со 106,5 до 106,8. По оценке текущей ситуации тоже прирост до 124,1. И по оценке бизнес-оптимизма, наверное, самый важный показатель личных настроений в рамках Германии, рост со 114,6 до 115,1. В целом, друзья, не хочу, чтобы вы запоминали эти отчеты. Просто имейте в виду то, что речь идет сейчас о рыночном оптимизме, находящемся чуть ли не на рекордных показателях. Оценка ИФО, это оценка, которая проводится среди крупнейших промышленников, по-моему, опрашивается в этом опросе, около 7 тысяч предприятий. И, соответственно, цель этого статистического опроса определить перспективу, опять же, и настроение на предстоящие 6 месяцев. Ну, судя по этим цифрам, промышленники крайне оптимистичны в том, что ситуация будет только улучшаться, и экономика Германии восстанавливается. И, соответственно, в еврозоне экономические условия стали гораздо лучше, чем, скажем, год назад. Далее, собственно, ИФО пересмотрели прогноз по экономическому росту Германии с 1,5 до 1,8%. На этом евро, собственно, и рос. Мы видели локальный хайк вчера даже на отметке 1,1220. Ну, вот стоило только на рынке объявиться. Другому фундаменту это выступление председателя Марио Драги на конференции в Португалии, где, снова взяв свой шаблонный листочек, Драги отметил то, что на фоне низких потребительских цен, низких значений инфляции и присутствующих угроз для стабильности базового индекса потребительских цен, низкие процентные ставки будут сохранены и дальше как наиболее актуальная и предпочтительная на текущий момент политика, поскольку именно она и стала причиной улучшения экономической конъюнтуры. Без действия беспрецедентных стимулов ситуация могла бы быть гораздо хуже, поэтому до тех пор, пока мы не увидим, точнее не мы, а Европейский центральный банк не увидит на горизонте предстоящих месяцев возможность достижения цели по инфляции в 2%, конечно же, ни о каком ужесточении политики и речи быть не может. Как только рынок очередной раз услышал то, что слышал уже множество раз, мы увидели обратную динамику по евро, евро тут же стали продавать, и в конечном счете закрытие ниже отметки 1.12, сейчас котировки 1.1189. Друзья, ну все равно мы гораздо выше, чем закрывали в прошлую неделю, и вы помните, у нас актуальны два сценария на горизонте сейчас по этой валютной паре. Если вы как косочный трейдер работаете с небольшими депозитами и с высокой загрузкой депозита, я рекомендую вам все-таки пытать удачу через покупки, поскольку верю то, что европейская валюта на фоне пока вот этих продолжающихся обсуждений того, что будет с политикой ЦБ, на фоне макроэкономического позитива, может стрельнуть наверх и добраться до отметки 1.13. Но выше это уже, на мой взгляд, совершенно недостижимые уровни, которые будут, если случаться, абсолютно неоправданы. Выше, я бы метить даже вам не рекомендовал, после лучше стоит даже в косорке разворачиваться на продажу. Что касается, друзья, сегодняшней торговой сессии, к сожалению, выделить кроме выступления Драги нечего. Но не думаю то, что в очередной раз комментарии со стороны Драги о том, что политика будет оставаться мягкой, снова перед движением европейскую валюту, это будет странно, учитывая то, что вчера мы уже услышали все, что хотели. И вряд ли его риторика серьезно изменится. Поэтому сегодня мы, безусловно, послушаем, что он скажет, но на особо серьезную волатильность рассчитывать, наверное, не приходится. Ну и в пятницу у нас еще данные по инфляции, по еврозоне. Это самый важный, на мой взгляд, даже релиз этой недели, не сомневаясь в том, что индекс потребительских цен снова просядет. В понедельник мы, безусловно, поговорим об этом и попробуем снова попробовать перетряхнуть этот фундамент и проанализировать те перспективы, которые могут маячить перед этим активом дальше. Доллар японская, иена тоже весьма волатильная сенсия. В течение всего дня американская валюта росла против иены, но как только вышли заказы на товар длительного пользования, статистика разочаровала. Снижение в месячном выражении на 1,1% против прошлого спада на минус на 0,8%. Снижение, по-моему, продолжается уже второй месяц подряд, или даже третий тревожный звонок, между прочим. Поэтому трейдеры тут же стали скидывать американский доллар, но продвелось это недолго, поскольку вслед за заказами товара длительного пользования у нас была возможность послушать в очередной раз одного из самых влиятельных чиновников денежных властей штатов. Вильям Дадли, который возглавляет федеральный банк, скажем так, дочку ФРС Нью-Йорка. И считается, что Дадли не просто один из самых влиятельных членов американских денежных властей, он, между прочим, постоянный голосующий член и верный соратник Джанет Йеллен. По сути, речь идет о лидере мнения. Дадли снова успокоил трейдеров, отметив то, что американский регулятор остается на пути роста процентных ставок. Поэтому отдельно на отчеты, безусловно, ФРС обращает внимание, но корректировать прогнозы и ожидания неизбежной нормализации денежно-кредитной политики на основании только отдельных слабых макроэкономических отчетов никто не будет. Поэтому трейдеры в целом были удовлетворены этими комментариями, развернули пару доллара японской иены и потащили ее вверх. У нас локальный хай был даже выше отметки 112 иен против доллара, друзья. Это позитивный сигнал для покупателей. Я думаю, что рост доллара будет продолжен. Уверен, что сегодня, выступая в 20.00 по московскому времени, Джанет Йеллен еще раз напомнит нам, почему политика будет оставаться жесткой. И такие комментарии должны стать еще большим бустом для, разумеется, американского доллара. Рекомендую вам еще воспользоваться инвестиционной идеей от инвестиционного банка BNP Paribas. Они предлагают ставить до отметки 114.5. Я покупаю пару долларов японской иены прямо сейчас. При этом стоп-лосс можно разместить на уровне 110.80. Это для тех, кто все-таки ищет инвестиционные идеи, подготовленные более, наверное, расширенным штатом аналитиков. Ну, в любом случае, друзья, это та инвестиционная идея, которую рекомендовал вам еще и я. Ну, надеюсь, что она действительно отработает себя, потому что доллар сохраняет очень хорошие шансы на рост. Фунт против доллара из актуальных новостей стоит отметить то, что консервативной партии удалось осформировать коалиционное правительство и заручиться поддержкой еще демократической партии Северной Ирландии. Собственно, как и планировалось. Вроде бы как, с одной стороны, политическая нестабильность уже не столь актуальная тема, но все-таки недоверие к Терезе Мэй есть, и оппозиционеры будут использовать это для того, чтобы сбивать, собственно, ее очки репутации. В конечном счете, это может продолжать оказывать давление на британца, но и, плюс ко всему, на этой неделе у нас с вами возможность следить за статистикой. Снова сохраняется, в пятницу выйдут данные по ООП, и я считаю то, что мы увидим очень плохой, собственно, результат квартала, что станет абсолютно логичным следствием тех релизов, которые мы получали до этого. В связи с тем, что я сказал, друзья, фунт остается аутсайдером, не забывайте то, что основная причина, по которой мы делаем ставку на то, чтобы увидеть слабые показатели об экономическом росту, это зашкаливающая и давно вышедшая из-под контроля инфляция, которая является основным тормозом для потребительской активности. Без высоких показателей потребительской активности быть не может хорошего экономического роста. Надеюсь, вы все согласитесь со мной, что это неизменные такие постулаты и принципы экономической теории, и они обычно, скажем, незыблемы, они нерешимы, их нужно просто принять, как они есть, и работать с теми цифрами, которые у нас сейчас доступны на рынке и которые мы, собственно, и продолжаем анализировать. Американский фондовый рынок близок к тому, чтобы завершить первое полугодие чуть ли не самым лучшим результатом за последние несколько лет, прирост за первые 6 месяцев уже порядка 10%. Я думаю, что если картина не изменится, то, может быть, мы сможем рассчитывать даже на еще больше восстановления, процентов на 10-15, под закрытие уже с 17-го года. Но здесь нам нужны, конечно же, дополнительные триггеры в виде реформ Трампа, которых пока ничего не известно. Трамп медлит и больше занимается вопросами геополитического характера. Друзья, также не забывайте, что в центре внимания должна быть еще сейчас и пара доллар-канадец, которая очень хорошо отыгрывает сейчас от поддержки 1.32. Мы помним, что уже не стоит всецело полагаться на комментарии Каролины Вилкинса, занимающей пост заместителя главы Банка Канады. То есть повышение процентной ставки, как мулька, конечно же, интересная идея в Канаде. Но канадский регулятор не пойдет на такой шаг на фоне столь провальных релизов по инфляции, которые мы получили в пятницу. Помните, что индекс потребительских цен, в данном выражении, снизился с 1,6 до 1,3%. Давление на канадца параллельно будет оказывать снижение цен на нефть и восстановление доллара. Это тоже две идеи, которые сейчас очень неплохо себя отрабатывают. Поэтому я предлагаю ставить на то, что пара USD-кад пойдет выше уровня 1.3350. Золото у нас снова ниже отметки 1.250, очень серьезный провал, вчера мы наблюдали. И стоило только оказаться ниже этой планки, 1.250 долларов за тройскую унцию. Сработало действительно очень много стопов, и рынок вдохновился этим, просел ниже даже отметки 1.245 долларов за тройскую унцию. Как мы с вами и хотели, видеть золото дешевле, надеюсь, что этот актив пойдет к следующей поддержке в районе 1.230-1.220 долларов за тройскую унцию. И подстегивать идею отсутствия интереса к драгметаллам будет распущий доллар. Сегодня из важных событий. Ждем выступления драги через час десять. После этого в 13.00 выступление Карни, в 20.00 выступление председателя американского регулятора Джанет Йеллен и в 23.30 статистика Пуапи. По событиям, потому что от них ожидать мы уже с вами поговорили, поэтому буду закругляться тогда, друзья. Остается только пожелать вам хорошей прибыльной торговой сессии. Но насколько бы вы не были уверены в том, что актив поведет себя так, как нужно, пожалуйста, контролируйте риски. Не злоупотребляйте с загрузкой депозита. И максимальное плечо, которое я советую использовать, это 1 к 10. Думаю, что многие из вас уже так давно и торгуют. Всего доброго. До свидания.